Добрый день, меня зовут Евгения Порошина, я коуч, психолог, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сейчас время новогодних подарков. В школе начала функционировать супервизорская группа. Это сообщество профессиональных психологов, коучей, кто сегодня ведет работу с клиентами. И в рамках новогодних праздников некоторые участники супервизорской группы решили сделать подарки всем друзьям-подписчикам школы, кто хочет заниматься с профессиональным психологом, но понимает, что по финансам не всегда это комфортно. Поэтому такие новогодние условия, бонусы на ближайшие полгода вы можете записаться к профессиональному психологу и к нему ходить раз в неделю стабильно. В одно и то же время стоимость консультации фиксирована. 500 рублей, одна консультация. Рекомендую ходить к психологу раз в неделю в один и тот же день и время. Например, каждый понедельник в час дня вы на консультации у психолога. Если вдруг есть какая-то открытая эмоциональная ранка, например, сгорел дом, вас уволили с работы или есть смерть близких, тогда да, можно ходить два-три раза в неделю, хотя бы два раза в неделю. Но в целом, если всё достаточно хорошо, достаточно ходить один раз в неделю к психологу. Стоимость 500 рублей, одна консультация, она фиксируется на полгода. Дальше у вас будут результаты, у вас будут улучшения в жизни. И уже с психологом индивидуально обговорите, стоимость будет постепенно повышаться. Но на первые полгода стоимость такая. То есть нам жизнь постоянно даёт подарки, возможности. Вопрос в том, насколько мы готовы их взять. Кто чувствует отклик, внизу под видео будет ссылка на почту школы. Напишите, пожалуйста, мне, и я вам дам контакты тех психологов, которые могут взять вас в личную работу. Итак, дальше напоминаю, терапия — это как строительство нового дома. Это долгосрочная работа, да, но представьте, вам надо перестроить дом. Да, несущие стены останутся, но в целом дом будет перестроен. Дом — это символ нашего эго, символ нашей Личности. Ваша Личность в хорошем смысле будет трансформирована. Да, это долгосрочная работа, но она стабильная, без откатов назад. Первые результаты можно ожидать после 80 консультаций, это в среднем 2 месяца. То есть раз в неделю вы ходите к психологу в течение 2 месяцев. Обычно в первые 2 месяца очень хорошие результаты у всех. Что можно ожидать? Будет больше сил, энергии, творчества. Кто-то пойдёт осваивать новую профессию, кто-то запишется на кружок, кто-то начнёт петь, танцевать. У кого-то улучшатся отношения с финансами, кто-то получит повышение по работе. То есть во всех сферах жизнь будет улучшаться. Но нужна ваша готовность. Насколько вас, возможно, достало то, что сейчас происходит, и вы хотите это поменять. Вот с таким настроем всё получится. Результаты будут у всех. Да, всё индивидуально зависит от вашей точки А, но результаты будут у всех. И ещё вспомнила анекдот про доверие. Идёт, например, мужчина идёт возле обрыва и случайно подскользнулся, упал и держится руками. Ну вот, и кричит «помогите». И тут он слышит «разожми, пожалуйста, руки, это Бог, я тебе помогу». А человек говорит «извините, а тут есть ещё кто-нибудь?». То есть часто, чтобы пойти в новое, надо разжать руки, надо довериться, попробовать, проверить. Я просто это тоже на себе проходила, жизнь будет меняться обязательно. Но для этого нужна ваша готовность, нужно довериться и идти к психологу. Дальше. Также психолог — это символический менеджер по связи с реальностью. Когда мы ходим в долгосрочную работу к психологу, мы постепенно, минимально искажаем реальность. Мы видим, змея рядом или змея в телевизоре символически. То есть если змея рядом, мы не замираем и не путаем себя, не обманываем себя, что змеи рядом нет, символические опасности, какое-то что-то ещё. Мы себя не запутываем. Мы реально видим реальность и принимаем действия. Либо убежать, либо защитить себя, либо как-то ещё. То есть мы реально видим реальность. Плюс, если змея в телевизоре, а мы себе нафантазировали угрозу опасности, мы тоже сможем себя успокоить и адекватно действовать. То есть когда мы ходим в долгосрочную работу к психологу, мы минимально искажаем реальность и, значит, делаем верные выборы. И, конечно, наша жизнь улучшается постоянно. Также психолог — стабильный объект для клиента. То есть есть два случая, когда психолог может не прийти на консультацию. Как есть такая шутка, но это не шутка, а правда, что мы можем не прийти на консультацию только в двух случаях. Уважительная причина — это либо смерть, либо отпуск. В остальных случаях психолог — стабильно в оговоренное время на консультации. За счёт того, что это стабильный день, стабильное время, в жизни бывает по-разному, бывает нестабильность, хаос, но психолог стабилен — это тоже терапевтичный эффект. Дальше, что ещё? И, конечно, меняемся мы, меняется наша реальность. Приведу такой анекдот или историю. Возможно, не совсем она корректная, но она очень в тему. Идут три женщины, навстречу идёт бабушка и говорит им, вот шалавы-проститутки. Одна женщина, что она делает? Одна заплакала, пошла домой, три дня не выходила, горевала, что её обидели, то есть в позицию жертвы вошла. Вторая женщина приняла роль агрессора, стала на бабушку нападать с кулаками, доказывать, что она не такая. Это второй вариант. И третий вариант. Третья женщина улыбнулась, сказала, ну да, я нравлюсь мужчинам, и пошла дальше. То есть мы, когда мы ходим к психологу, со временем, даже если ситуации не меняются, меняются наши отношения, и мы можем использовать себе во благо то, что происходит в нашей жизни. Даже, например, если мы хотим жить в новой квартире, но пока ситуация не меняется, мы начинаем уже здесь и сейчас радоваться, обживать это пространство, которое есть не завтра, не потом, а сегодня. Это надо почувствовать на себе. То есть я сама постоянно повышаю квалификацию. Мне нравится формат терапии в групповом формате, но в индивидуальном тоже я прошла на себе. Появляется базовое доверие к миру. Психика стабилизируется, уже меньше стресса, меньше конфликтов. Если у вас долги, кредиты, со временем вы сможете накапливать, удерживать деньги. Уже не будет смысла компульсивно тратить деньги, безумно брать кредиты, что-то еще. То есть я это сама на себе прошла, то есть понимаю, о чем это. И важно с психологом тренировать навык удержания. Да, в отношениях будет по-разному. Но если вы сможете сохранить отношения с психологом хотя бы два месяца, полгода, навык удержания у вас будет крепкий. Психологический контейнер, значит, вы больше сможете удержать денег, возможностей. То есть личность будет меняться, и, конечно, будет меняться жизнь в лучшую сторону. Это факт. Вот так работает глубинная терапия. Такое действие оказывает работа с профессиональным психологом. Вот основное, сказала, будут какие-то вопросы. Пишите, пожалуйста, на почту школы, и два-три человека еще психологи могут брать. Пишите, пожалуйста, успевайте использовать все возможности. Важно довериться. До веры есть этап проверки. Надо попробовать. И прожить это на своем опыте. Гарантирую, улучшения будут. Как есть такая фраза, ищите, и вы найдете, стучите, и вам откроют. У кого есть отклик, записывайтесь, пожалуйста. Кто будет это видео смотреть попозже, все равно пишите. Первый и ближайший психолог, который освободится, появится окошко, вас возьмут в работу. Приходите, ждем вас. И рада вашим вопросам, и рада вашему отклику. Всем хорошего дня!